Вебинар на тему Secure Web Gateway. Это наше новое решение в рамках линейки NetScaler. Миша подробно остановится на том, что это за продукт, для чего он нужен и кому он может быть полезен. Также хочу отдельно сказать, что у нас на следующей неделе будет другой вебинар. Читать будет другой Михаил, Михаил Бульбутенко. И посвящен будет продукту компании Northscale, который мы купили в прошлом году, предназначенному для оптимизации использования памяти и ресурсов процессора в рамках виртуализации десктопов и приложений. И также еще хочу отметить, что 31 числа совместно с группой Unified Communications мы проводим мероприятие, мы участвуем с Михаилом Соболевым в мероприятии, где мы будем рассказывать о решениях Citrix для линка, для Skype for Business, о том, что мы делаем, как это позволяет заказчикам оптимизировать инфраструктуру, особенно в рамках виртуальной среды. А сейчас с удовольствием представляю слово Михаилу и, соответственно, Миша начнет свою презентацию. Миша. Сергей, спасибо. Коллеги, добрый день. Рад видеть вас на нашем вебинаре после небольшого перерыва. И начнем нашу серию с такой новинки, как Secure WebGatway. Те, кто посещал наши предыдущие вебинары, мероприятия, уже слышали упоминания об этом продукте. Сейчас я постараюсь чуть более подробно раскрыть, что это такое, для чего это нужно, ну и, в общем-то, как это все предоставляется, продается. Итак, начнем с того, зачем это нужно и откуда появилась вообще необходимость в новом продукте. Не секрет и вполне реальный факт, что количество SSL-трафика неуклонно растет. Если сейчас посмотреть на то или иное веб-приложение, будь то корпоративное, либо какое-то публичное, это будет, скорее всего, приложение, работающее через SSL, TLS есть, ну, как продолжение SSL, да, и для обеспечения той же безопасности, да, еще плюс с применением определенных алгоритмов шифрования, которые также нередко усложняют жизнь администраторами сети, ну, упрощаясь, безопасникам. Растет вообще число приложений, которые переходят в облака, скажем так, да, то есть, будь то публичные облака какие-то, будь то облака частные. И, соответственно, тоже видна тенденция, что большинство приложений, которые были, скажем так, в виде какого-то образа файла, да, сейчас представляются в виде некой веб-платформы. Соответственно, для администраторов сети встает некий вызов, как это все контролировать, как обеспечивать гранулированный доступ по всем этим веб-ресурсам, приложениям, и желательно, чтобы этот контроль не, скажем так, не мешал пользователям эффективно работать, да, не вносил какие-либо задержки, сложности и тому подобное. Ну, соответственно, решением со стороны Citrix является NetScaler Secure Web Gateway. Новый продукт, который работает в новом, скажем так, направлении для Citrix, это полноценный forward proxy. Пару слов, да, ну, типичный NetScaler всегда можно было представить как реверс-прокси, который осуществлял вход, входящий трафик, обеспечение работы с входящим трафиком в нашу инфраструктуру и с последующим его там обработкой, предоттификацией пользователей и так далее. Вот был наработан, в общем-то, большой объем, скажем так, и технологий, и подходов к обработке, к работе именно в режиме реверс-прокси. Настоящий продукт, да, предоставляет работу в другом направлении, как раз в обратном forward proxy, когда мы выпускаем пользователей из корпоративной сети наружу к веб-приложениям, которые обслуживаются не нами, либо они находятся где-то там в облаке, которые даже в приватном облаке, но которые находятся где-то далеко от пользователей, да, если пользователь, например, из филиала. И, соответственно, наработка именно по работе с SSL-трафиком, да, то есть не секрет, что NetScaler являлся и является лидером по работе с различными современными алгоритмами, такими как политические кривые, RC4 и так далее, за счет, опять же, встроенных аппаратных ускорителей, которые развиваются от модели к модели и, в общем-то, обеспечивают высокую производительность. Заложенный изначально веб-интерфейс, да, интуитивно понятный, который позволяет администратору это гибко настраивать. Соответственно, партнерские отношения с различными облачными сервисами, которые позволяют нам держать актуально различную информацию, да. То есть если обратиться чуть-чуть назад в прошлое, многие из вас знают, наверное, такую фичу, как IP Reputation, когда мы сотрудничаем с облаком WebRoot и обеспечиваем некое дополнение к нашему WebApplication Firewall для контроля, ну, опять-таки, входящего трафика в режиме Reverse Proxy, да. То есть мы используем некую базу данных, которая хранится где-то в облаке, и на основе информации в этой базе данных контролируем, могут ли какие-то пользователи входить в нашу инфраструктуру. Здесь ситуация будет обратная. Мы также будем работать с облаком, но обеспечивать фильтрацию ресурсов будут наши уже пользователи. Ну и плюс продуктный скейлер масс, который предоставляет огромный функционал по аналитике и управлению устройствами, также развился в сторону обработки трафика именно на Forward Proxy и предоставляет нам новые возможности по аналитике и работе именно с пользовательским трафиком, с его учетом, отчетностью и тому подобное. Про это чуть далее позднее. Итак, какие основные, скажем так, какая основная функциональность есть в новом продукте на скейлер Secure Web Gateway? Первое, о чем я уже упомянул, это режим работы Forward Proxy. Раньше это можно было обеспечить, но это требовало определенной настройки, определенных пониманий работы продукта, и часть функционала была так или иначе недоступна, либо была неоптимизирована. В данном случае это будет полноценный продукт, который гибко настраивается с помощью встроенного визорда и обеспечивает нам полноценный Forward Proxy, как это мы видим там на том же уже ушедшем Microsoft Teams, например, то есть фильтрации исходящего трафика. Это перехват SSL за счет, опять же, тех же внутренних акселераторов, которые используются на аппаратных платформах, изучение SSL трафика, ну и, соответственно, принятие каких-либо решений на основе того, что мы там изучили и перехватили. Фильтрации URL на основе облачного сервиса, либо встроенных баз данных, либо автоматически подгружаемых собственных баз данных. Об этом тоже чуть подробнее дальше поговорим. Но забегая вперед, скажу, что, опять же, те же требования Роскомнадзора могут легко выполняться с помощью нашего продукта, когда мы будем скачивать эту базу с Роскомнадзора и подсовывать ее в Secure Web Bitway. Его нужно будет обеспечивать какой-то контроль того, куда ходят наши пользователи. Аутентификация пользователей. Ну, понятно, да, чтобы выпустить пользователей в интернет, он должен ввести какие-то учетные данные. Это нужно и для какого-то контроля над этим пользователем, ну и плюс для идентификации этого пользователя. Все-таки нам нужно понимать, кто конкретно куда сейчас ходит. И, опять же, логирование и отчетность на основе нацкейлер массы. Устройство работает в двух режимах. Это так называемый transparent proxy, прозрачный прокси, и explicit proxy, явно заданный. URL-фильтрация может, как я уже упоминал, осуществляться за счет облачного сервиса, либо за счет локальных файлов, которые мы будем устанавливать на устройство. Значит, Secure Web Bitway, чтобы сразу было понятно, где он находится, и в чем отличие от полноценного N-Scaler ADC, который был предшественником и, скажем так, старшим братом является. Данного продукта. Он останавливается на границе сети, за сетевым файловолом, и, как я уже не раз упоминал, обеспечивает контроль исходящего трафика из нашей корпоративной сети в интернет. То есть здесь видно сразу отличие от того, что делал раньше, что сейчас делает N-Scaler ADC. Соответственно, он осуществлял контроль трафика, который входит в нашу корпоративную сеть. Это, скажем так, основной момент, необходимый для понимания того, что это за продукт и как он работает. Соответственно, исходящий трафик, пользователь, пытаясь выбраться куда-то в интернет, зайти на какой-то ресурс, первоначально аутентифицируется, представляется, кто он такой. И далее на основе каких-то политик, которые также могут быть привязаны, например, к пользователю или группе пользователей в Active Directory, к нему могут применяться различные правила по фильтрации тех адресов, куда оно идет. Опять же, часть запросов могут быть не проверяться, не инспектироваться, если у нас есть какие-то требования. Например, какая-либо банковская информация, либо финансовая, либо какая-либо медицинская информация, что зачастую считается неэтичной просматривая. Соответственно, здесь мы можем настраивать политики, когда этот трафик будет пропущен прозрачно. И за счет нового протокола LogStream, который сейчас развивается параллельно с ранее работавшим протоколом Upflow, NetScaler Security отдает всю эту информацию о проходящем трафике, о проходящих пользователях на NetScaler Management Analytics System, где система уже в виде дашбордов, отчетов предоставляет информацию по аналитике, по количеству транзакций, предоставляет некие тенденции того, что происходит, то есть там рост какого-либо, трафик какого-либо приложения, либо какой-то пользователь начал заходить активно на какие-то запрещенные ресурсы, возможно, у пользователя вирус, или он там начал плохо себя вести. Ну и, соответственно, все это в графическом виде, как отчеты можно экспортировать в PDF, и для предоставления какого-либо отчетности внутри корпоративной. После чего этот трафик будет выходить наружу, проверенный. По режимам работы. Как я уже сказал, существует два режима работы, это прозрачный и заданный. Значит, в случае прозрачного прокси, весь трафик должен проходить через Secure WebGTWay, то есть он фактически должен стоять на пути прохождения трафика в интернет, но при этом у пользователей не требуется никакой дополнительной настройки в браузере, либо в операционной системе, либо для приложения, где задается прокси-сервер. То есть, ну, если в случае браузера, наверное, это не так критично и не так сложно указать, то в случае каких-либо приложений, которые должны осуществлять защищенный доступ в интернет, соответственно, это, наверное, будет интересно и применимо. В случае явно заданного прокси на Secure WebGTWay настраивается в качестве нового типа v-сервера с типом прокси явно заданный IP-адрес, порт, который должен быть указан в приложении пользователя и, соответственно, весь трафик, ну, как по принципу обычного прокси, будет переходить сначала на Secure WebGTWay, а потом уже в интернет. Значит, как это работает и за счет чего мы осуществляем контроль SSL-трафик? То есть, ну, понятно, да, что проверять HTTP-трафик исходящий не вызывает особых трудностей, каких-то проблем и, в общем-то, здесь все довольно просто. В случае SSL, да, когда трафик шифрованный, здесь уже возникают определенные проблемы, когда мы вообще, как администраторы, не видим, куда все-таки идут запросы, да, там IP-адреса не всегда дают нам какую-то полноценную информацию. Соответственно, для этого появляется такая, ну, как технология, скажем так, функционал, то есть перехват SSL-трафика, как это выглядит. Ну, понятно, клиент-сервер, между ними фактически стоит нетскейлер, на котором установлен сей сертификат корневой, которому обязан доверять клиент. Это основополагающее, скажем так, условие, чтобы это все работало. Соответственно, клиент, пытаясь добраться до какого-то сервера, находящегося в интернете, сначала устанавливает, ну, соответственно, это нетскейлер говорит клиенту, да, SSL-соединение именно с нетскейлером. То есть он фактически становится посередине между клиентом и сервером, и на нем разрывается вот это SSL-соединение. Похоже на режим, опять же, реверс-прокси, когда мы терминируем SSL, да, то есть SSL-оффлоуд, но здесь речь идет, опять-таки, про обратное направление. Соответственно, как национальное соединение, у него в графе браузера, ну, особенно в современных браузерах, скорее всего, будет какая-то ошибка, да, что есть сертификат несколько иной, вот, но по мере установки соединения нетскейлер начинает устанавливать от себя уже со своего IP-адреса установление с искомым веб-ресурсом, вот, и на этапе, когда клиент присылает нам hello-пакет в SSL-хэндшейке, мы уже можем применять различные политики по тому, что мы можем или не можем делать с этим трафиком, с этим запросом. Соответственно, в клиентском hello-пакете будет определенная информация по тому сертификату, который запрашивается, да, то есть, ну, вот, по тому, там, по URL, который запрашивается, в ряде случаев SNI это не SNI, и, соответственно, уже на основе этого мы можем принять решение перехватывать его, это соединение, или пускать прозрачно в сторону сервера. Соответственно, применив ряд политик и установив нетскейлером соединение с сервером, дальше мы можем, скажем так, завершить установку SSL-хэндшейка с клиентом и дальше уже пускать аппликейшн какие-то данные, прошу прощения, через нетскейлер, уже после прохождения какая-то ряда политик и всего остального. Понятно, если у нас по политике будет какой-то там блокировать этот запрос, да, то действий с шестого и далее их не будет, да, этот все прервется на этапе клиент-хэллоу. Значит, настройка перехвата SSL, SSL-инъекшн, и инспекшн, прошу прощения, осуществляется на основе политик, которые могут строиться как на основе работы с информацией, полученной при сейн-хэндшейке, да, то есть информации, полученной в SSL-запросе, плюс с информацией, полученной из облачного сервиса, да, когда мы можем как-то идентифицировать запрос, который идет, и уже далее применять какие-либо политики. Также возможен режим обучения, когда клиент запрашивает определенный веб-ресурс, и NetScaler, становляя себя, получает, ну, некие ошибки сертификата, да, то есть есть подозрение, что этот ресурс какой-то фишинговый, ну, или что-то с ним не так. Соответственно, добавляется в отдельный список, и уже администратор может принять решение, нормальные ресурсы или нет. Соответственно, вот эта вот гибкость настройки в плане того, что какой-то трафик мы должны проверять и перехватывать, какой-то трафик пропускать прозрачно, а какой-то мы должны вообще блокировать, да, еще на этапе восстановления сессии, позволяет нам, ну, во-первых, сохранить ресурсы, да, устройство, потому что, понятно, если трафик не будет перехвачен, то ресурсов на него тратиться не будет. Соответственно, гибкость настройки, когда нам определенные веб-ресурсы необходимо пропускать. Ну, и за счет этого осуществляется при оптимальной настройке высокоэффективный и высокопроизводительный процессинг именно СССР-запросов. Итак, по настройке, такой, ну, слайд, как говорится, для проверки зрения, здесь описаны, в общем-то, примеры того, что мы можем выхватывать из этих СССР-запросов. Значит, по возможным действиям, как я уже упоминал, и как это будет выглядеть в политиках, это интерцепт, то есть перехват, байпас, пропускать мимо, и резет, то есть сбрасывать без дальнейшей работы. Соответственно, по тому критерии, по которым мы можем применять вот эти действия, экшены, ну, заданы в данных выражениях, да, то есть, когда клиентский СССР содержит, ну, и так далее, да, то есть, либо, там, URL в запросе попадает под какую-то категорию, либо под какой-то локальный лист, либо, в принципе, этот запросный сертификат содержит какую-то, там, неправильную URL, содержащуюся, там, в локальной базе, ну, и так далее. Ну, и, соответственно, политика, политики схожи с настройкой политик, ну, в общем-то, привычного нам, там, какого-нибудь, респондера, например, или рерайта, да, когда мы задаем критерий, по которому мы обрабатываем трафик, и далее говорим, что с ним делать, то есть пропускать, перехватывать, либо забрасывать. Пару слов про идентификацию пользователей. Значит, вообще возможны в случае explicit proxy следующие варианты аутентификации. Это Active Directory, Takax, Radius и Gerberos. В случае transparent proxy это пока только Active Directory и Radius. Соответственно, для пользователя это будет выглядеть как классическая 401-я аутентификация, да, то есть там при заходе на какой-то веб-ресурс у него будет всплывать небольшое окошко с полями для ввода. Соответственно, на основе того, какой пользователь был идентифицирован, да, мы можем, во-первых, отслеживать, какую полосу использует пользователь, либо какое приложение использует эту полосу сейчас, да, какое приложение используется пользователем, да, на какой веб-ресурс он сейчас заходит. Плюс мы можем лимитировать эти характеристики, да, то есть доступ к определенному приложению, либо полосу на пользователя на основе его членства в группе Active Directory, да, в случае аутентификации в АД, и, соответственно, исходя из этого, там, например, в группе менеджеров разрешать полный доступ в интернет, к примеру, в группе каких-нибудь контрагентов только на определенные узлы, да, или на определенной категории узлов. По фильтрации. Соответственно, как я уже упоминал, настройка Secure Web Gateway, ну, естественно, как всегда, это можно сделать либо через командную строку, либо через GUI, либо через графический интерфейс, но посредством встроенного визорда, которого в 99% случаев будет достаточно, да, основные какие-то параметры он запросит, и, в общем-то, все там можно будет настроить. В этом же визорде будет доступна настройка категорий, для которых мы будем запрещать или разрешать доступ тех или иных пользователей. Категории зеркально совпадают с категориями, которые мы получаем из облака NetStar. Соответственно, есть 180, скажем так, категорий, которые объединены в 19 больших блоков, и которые включают более, ну, как здесь написано, более 32 миллионов URL. Соответственно, эти блоки разделены, допустим, в социальные сети, и далее в этих социальных сетях есть подкатегории. Например, там YouTube, но видео про оружие, YouTube – видео для обучения и так далее. То есть на основе еще этих подкатегорий мы можем более гибко настраивать доступ пользователя к тому или иному ресурсу. Опять же, еще раз хочу упомянуть, что возможно скачивание и установка собственного какого-нибудь XML-файла или .txt-файла, на основе которого также будет производиться категоризация и разделение доступа к ресурсам. Но в случае, опять же, облака… Ну, опять же, поскольку NetSkill, как известно, это устройство, работающее с подготовками запросов, мы можем выхватывать там все, что угодно, да, и там в том числе вот эти коротко заданные URL, да, там, ну, многие, наверное, сталкивались, когда ссылки на Google, на YouTube идут именно в виде, ну, такой абракадабра, вот, который, в общем-то, не идентифицирует каким образом ресурс, да, то есть это здесь также поддерживается и также задано в этих категориях. Значит, немножко, как это работает с базой данных. Соответственно, как только вы включаете функционал URL-фильтрации, база данных скачивается автоматически сразу же, после чего вы можете настроить автообновление этой базы. То есть вы можете задавать интервал проверки, в какие часы это может быть скачиваться, обновляться, что делать в случае доступности базы данных, ну, и так далее. Соответственно, плюсом, опять же, Secure Web Gateway является возможность кеширования базы данных, да, в отличие от некоторых других решений, которые постоянно будут спрашивать у облака, в какой категории относится этот веб-ресурс. В нашем случае эта база данных кешируется, и при возникновении похожих запросов, скорее всего, они будут, скажем так, возникать, да, поскольку, ну, если публичный веб-ресурс, они зачастую идентичны, да, это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Вот, соответственно, информация о том, что делать с этим ресурсом, и тем, что с этим запросом будет браться из кэша. Также для упрощения, скажем так, и ускорения работы существует такое понятие, как рейтинг, да, то есть этот рейтинг может задаваться как самим администратором, так и базой данных. То есть, например, тот же Google, да, считается доверенным каким-то ресурсом, абсолютно надежным, соответственно, у него рейтинг будет единичка, и этот трафик будет минимальным образом сравниваться, он вообще не будет сравниваться с базой данных к и так далее. Вот, то есть априори этот доступ доступен. Вот, в случае каких-то ненадежных приложений, да, там, связанных с взрослым контентом, либо с контентом с оружием и так далее, это возможно все контролировать, докатегоризировать и более детально запрашивать в базе данных, к чему этот ресурс относится. Соответственно, возможность работы с этими категориями внесена в политики, да, и, соответственно, теперь можно строить политики на основе того, что это у нас идет за запрос, да, и вот даже использовать обычный респондер и применять его для работы с этим трафиком. Ну, и, естественно, немаловажным является именно возможность производить аналитику и контроль того, куда пользователи ходят, что они открывают, какую сейчас полосу используют и так далее, да, то есть иметь полную картину того, что у нас происходит, скажем так, на периметре сети. Соответственно, с помощью массы можно это осуществлять, да. Понятно, что массы – это огромный такой инструмент, комбайн, который осуществляет, помимо управления устройствами, оркестрацию устройств, еще и аналитику различного вида трафика, да, то есть, наверное, стоит напомнить, что в него же устроен HDX-инсайт для анализа ICA-протокола, Web-инсайт, да, в случае, если у нас есть какое-то веб-приложение, мы можем анализировать вопросы, ответы от пользователей, от серверов, какие ресурсы запрашивают, ресурсы, ну, естественно, работает и обратное действие в данном случае, да, когда мы смотрим, какой пользователь, поскольку идентифицирован, да, и аутентифицирован, ходит на какие ресурсы, можем в виде дашборда видеть наиболее часто запрашиваемые приложения, да, здесь строятся некие тенденции, что трафик до определенного приложения растет, причем это можно выводить, опять же, на отдельный дашборд и смотреть, в какое время трафик на какое приложение именно возрастает, да, и, исходя из этого, ну, принимать какие-то решения, оптимизировать что-то или, наоборот, закрывать, ужимать, это все уже в зависимости от того, что это за приложение и что это за, какой рост трафика. Соответственно, здесь же показана сама нагрузка устройства, то есть сколько SSL-сети не было сброшено, сколько перехвачено, опять же, тенденции всего этого, да, то есть это растет, либо падает, либо остается на месте. Интеграция именно вот с этими категориями, заданными в облаке, да, то есть мы можем отслеживать, на какую категорию ресурсов растет трафик, опять же, по временной шкале, чтобы так же как-то анализировать, возможно, опять же, применять более сложные политики, когда какие-то ресурсы разрешать, какие-то запрещать, в какое-то время, к примеру. Ну и, естественно, работа с пользователями, да, то есть какие пользователи, какие ресурсы открывают, тоже немаловажно. Ну, в общем-то, такой функционал, который, наверное, очень часто используется в корпоративной сети, с строгим, скажем так, ограничением доступа в интернете. Теперь по устройствам. Сразу оговорюсь, на сегодняшний день, NoSkin Secure WebGTWay – это абсолютно отдельное направление, это абсолютно отдельная лицензия, которая будет работать, ну, на представленном списке оборудования. То есть это MPX-ы 14-й серии от 20 до 40 гигабит, также и 40-гигабитным интерфейсом, это также актуально. 14-я серия S, да, Security с увеличенным количеством SSL-акселераторов, здесь уже до 100 гигабит, да, поскольку у нас здесь больше возможностей по работе с SSL-ем. И виртуальное устройство от 200 мегабит до 25 гигабит. Естественно, железо – это будет то же самое, что и у нас доступно в классическом Netscaler EDC, но нужно понимать, что SVG сегодня не входит ни в одну из редакций, ни в Enterprise, ни в Platinum, ни в Standard, тем более. Это отдельный продукт, это отдельный, и апгрейда с полноценного Netscaler EDC на SVG нет. Да, то есть все-таки устройство занимается разными делами, да, и в случае необходимой с SVG приобретается отдельный appliance, либо отдельное устройство. В ближайших планах это еще добавление 59-й и 89-й серии, вышедшей в этом году, да, но это менее производительное аппаратное устройство. Плюс также в планах, наверное, предвосхищая ряд вопросов, когда это будет в рамках одного устройства, appliance SVG будет доступен для Netscaler SDX, и, соответственно, в рамках тогда одной коробки будет appliance, который занимается Reverse Proxy, и параллельно работает appliance, который занимается Forward Proxy. Да, ну, в любом случае, логически это будет одно устройство, и, соответственно, здесь уже может быть за счет настройки гипервизора и определенным образом переспределять трафик. По лицензированию, соответственно, для работы Netscaler SVG полноценной, скажем так, да, потому что, мы сказали, необходимо две лицензии. Первое – это, ну, назовем ее платформенная лицензия, да, это лицензия, которая откроет функционал Forward Proxy, перехваты SSL, аутентификации, расстройки политики, возможность добавлять локальные какие-то листы, ну, то есть такой базовый функционал, естественно, там, визор будет доступен, и все на свете. Для того, чтобы связываться с облаком, да, и на основе этого еще строить определенную аналитику с помощью Netscaler Mass, необходимо будет приобретать еще лицензию на основе подписки, да, которая так называется, да, там, интеллектуальная угроза, скажем так. Ну, вот, соответственно, фактически для полноценного функционирования данного продукта необходимо две лицензии. Ну, они идут зачастую, в общем-то, единым паком, единым, скажем так, комплектом. Ну, и отключают, вернее, включают функционал, ну, предоставленный, показанный здесь на слайде, да, то есть это SSL of Load, Content Switching, поскольку, в общем-то, этот весь сервер с типом Proxy настраивается именно в раздельфеле Content Switching, аутентификацию, естественно, пользователя поддержка IPv6, да, если это актуально кому-то, Upflow, Logging, Logstream, да, новый протокол для, скажем так, интеграции с NetScalerMass'ом, ну, и кэширование, да, в случае кэширования базы данных, кэширование запросов от пользователей и работы с ними. На этом, наверное, краткий обзор я сейчас с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы. Так, ну, давайте по порядку, наверное, да. Значит, получается, перехватывает трафик, адресованный к домашнему файловому хранилищу, к какому-нибудь фильтру, ведь этого сервера наверняка не будет ни в какой из баз. Ну, возможно, будет, ну, смотрите, если хранилища, опять же, работает по HTTPS, да, вы можете создать определенные правила локально, да, то есть, ну, если этот трафик как-то будет все-таки выделяться, соответственно, его можно будет задать политикой и определенным образом его запретить. Имеется возможность писать собственные фильтры? Правила или функционал закрыть и ограничить только категоризатором эрупционных фильтров. Имеется возможность писать собственные фильтры, да, как я уже, ну, в общем-то, отвечал на предыдущий вопрос. То есть, пользоваться. Можно ли получить отчет, например, по 10 пользователям, сколько качали и куда ходили в течение двух месяцев? Александр задает этот вопрос. Александр, честно говоря, не очень понял, что именно, почему именно по 10 пользователям, сколько скачали и куда ходили. Вопрос больше про что? Про в течение двух месяцев, как бы, именно время интересует или именно по 10 пользователям? Ну, там количество пользователей не ограничено, и время также растянуто и зависит скорее от объема дискового хранилища, который есть на скелер-массе. Не, Миш, Миш, может быть, вопрос, знаешь, в каком ключе, что можно ли получить отчет по какому-то выбранному количеству, то есть не глобально стать, а выбранной группе пользователей, например, там по юзернеймам, там как-то отфильтровать, посмотреть за какой-то конкретный период? Да, по юзернеймам можно отфильтровать, и можно также выставить рейтинг топ-10, если я не ошибаюсь, да, но это лучше уточнить. Смотрите, мы сохраним лог вопросов, и по тем, по которым вы считаете, что там вопрос не получен, либо я сейчас не смогу ответить, да, мы его также разошлем вместе с вебинаром и добавим какой-то определенный ответ. Так. Так, Миш, а SVG – это полноценная замена TMG как прокси? Да, это полноценная замена TMG как форвард прокси. NetScaler EDC – полноценная замена TMG как реверс прокси. Да, то есть тут идет разделение, что для входящего трафика используется NetScaler EDC, для исходящего трафика используется NetScaler SVG. Либо мы ждем еще несколько месяцев, когда появится возможность устанавливать Secure Web Gateway на SDX, и когда в рамках одного appliance мы можем делать и то, и другое. А, ну это вот как раз по поводу вопроса следующего. Возможно ли на NetScaler EDC использовать лицензию SVG, чтобы не плодить NetScaler и для балансировки, и для форвард прокси? То есть, правильно, только в SDX это можно будет делать? Да, это, скажем так, на базе SDX это можно будет делать. На базе SDX. В рамках там платины и интерпрайза это не войдет, да, и это, скажем так, даже больше не маркетинговое ограничение, а именно технологические ограничения, поскольку если мы используем вот этот перехват SSL, SSL Interception, то это значительно более ресурсоемко, нежели чем SSL of Load, да, к которому мы так или иначе все привыкли. Вот, и, соответственно, все это будет работать, ну, скажем так, SVG тогда просто отъезд к львиной доле ресурсов, и NetScaler EDC будет работать, ну, там, некорректно и неэффективно, да, поэтому сейчас идет такое разделение. Интегрируется ли с антивирусом и с каким? Смотрите, опять же, в конце этого года планируется включение протокола ICAP, с помощью которого мы можем интегрироваться с внешними какими-то ресурсами антивирусными, с какими-то DLP-системами и со всем остальным. Виктор Величко задает, в режиме реверс-прокси можно ли Kerberos? Ну, да, конечно, это можно, и Constraint Delegation поддерживается, и, Миша, подскажи второй режим, когда пользует, когда NetScaler не представляет. Подождите, сейчас про что речь? Про DLP-система. Constraint Delegation. Ну, да, или через этот... Ну, да, ну, либо прямой проброс, скажем так. По самому году, да. Можно ли отфильтровать upload? То есть загрузку... Можно... Ну, фактически, без... Да, можно, можно. Вот, опять же, имеется в виду, отфильтровать информацию, либо заблокировать ее. Отточните, пожалуйста. Можно ли через секретарь в ГТВ и заблокировать выход в интернет какому-либо... Какие-либо приложения? Да, безусловно, может. Безусловно, может. Skype, к примеру. Ну, то есть мы запретим доступом использовать Skype. Да, Skype, понятно, что это все равно, как некий SaaS, да, ресурс, соответственно, мы просто запретим доступ к нему, и все. Не обязательно, Skype может просто по портам куда-то стучаться наружу. Нет, ну, Skype в любом случае, да, он также попадает, если мы используем какое-то облачное хранилище, в категорию мессенджеров, да, и здесь мы можем просто заблокировать Skype. Ну, к примеру, если нам нужно именно Skype заблокировать. Либо там какой-нибудь Facebook мессенджер, да, либо что-то еще. Именно мессенджер, например, а не полноценный Facebook. Так, заблокировать загрузку файлов на сервера в интернете. Можно, опять же, ну, можно запретить доступ к этим серверам, это точно. Насчет именно загрузки, да, вот апплоуда, давайте я вот отчет и наши рассылки, я постараюсь ответить на этот вопрос. Политики на уровне филиалов, общие политики. Ну, как я уже говорил, да, можно категоризировать, ну, не категоризировать, а разделять пользователей, да, на основе каких-то групп. Опять же, если мы не говорим про какую-то AD, безусловно, можно строить политики на основу того, с каких IP-адресов это идет, да, наши пользователи, да, и на основе этого выделять филиал, например. Безусловно, можно. Филиалов на аппликейшн уровне. То есть, ну, поймите, это не DPI, да, Secure Web Gateway, он запрещает доступ к определенным ресурсам, но он не перехватывает, не идентифицирует это приложение, он работает именно с тем, куда идет запрос. То есть, да, в случае, если нужные на аппликейшн уровне, это уже больше фейерволы, да, там, Next Generation фейерволы, которые могут там как-то сигнатурно определять, что из-за вид трафика. В случае Citrix у нас отрилизовано на продукте Nitzker Sd1, да, в который входит фейервол, в том числе стоит. Да, и, соответственно, здесь уже можно будет именно трафик приложения рубить, а не тот, куда идет запрос. Да, это в случае Forward Proxy мы все-таки работаем с запросами в большей степени, да, и определяем того, куда можно идти пользователем, куда нельзя и каким пользователем. А можно ли централизованно провалить группу устройств на разных площадках? Безусловно, можно за счет того же NetSkiller Management Analytics System, да, то есть там есть возможность и настройки шаблонов, и, опять же, некой инвентаризации всех устройств, да, то есть когда мы собираем все слог сообщения, можем автоматически обновлять все эти устройства, применять какие-то типовые конфигурации, либо там измененные, там, на базе шаблонов, да, мы можем выдавать какие-то, скажем так, параметры значений, которые будут автоматически применяться на все устройства. Безусловно, мы можем. Но, опять же, тут нужно понимать, что нам больше нужно, да, то есть Secure Web Gateway, я еще раз повторюсь, это, ну, некое такое централизованное решение, которое проверяет там, если у нас единая точка выхода в интернет, если у нас распределенная сеть филиалов, возможно, более интересно рассмотреть продукты именно NetSkiller SD-WAN, то есть все-таки нужно, наверное, более детально пообщаться и понять, что именно нам нужно заменить. Какую альтернативу посоветуете при замене TMG в части функциональности TMG-клиент? Фильтрация не веб-протоколов. Так. TMG-клиент, как я понимаю, это некая, ну, небольшой плагин, который устанавливается на клиентскую станцию, да, и контролирует эту станцию в плане доступа, опять же, куда-то там в корпоративную сеть. В данном случае здесь полноценный, даже там с большим функционалом будет замена, это SSL VPN на основе NetSkiller EDC, на основе ее компонента NetSkiller Gateway, да, который также предоставляет, ну, некий плагин, скажем так, который устанавливается на рабочей станции, который позволяет производить контроль этой рабочей станции в соответствии с различным корпоративным политиками ее, там, такие как там антивирус, обновления и так далее. И на основе этих политик допускать пользователя в сеть, либо не допускать. Ну, вот, ну, и, соответственно, за счет этого плагина также можно, ну, использовать полноценный SSL, да, и обеспечивать доступ не только к веб-ресурсам каким-либо в нашей сети, но и к любым другим, да, там, базу данных, в общем-то, все, что угодно, все, что угодно, телефон, книги, да, и так далее. Так, коллеги, еще вопросы? Кептив портал, если поясните, Вячеслав, если я вам, у вас есть гарнитура, что, а, мобильных пользователей. Работа с мобильными пользователями, опять же, огромные планы на вторую фазу этого продукта, да, который должен выйти в конце четвертого квартала этого года. Как это точно будет реализовано, я сейчас вам сказать не могу, потому что, не знаю, информации пока такой нет. Работа с SSL по нестандартным портам, да, почему нет, опять же, да, категоризируется это все и перехватывается на основе того URL, куда это идёт. И SSL Interception, да, без проблем, так же будет работать, да, то есть там, в принципе, определение цель трафика, неважно, по какому порту он идёт. Балансировка нагрузка между узлами и NetSkiller. То есть, ну, смотрите, если мы говорим про балансировку, то это NetSkiller EDC, да, полноценный, который именно работает в режиме Reverse Proxy. То есть, представка там есть и очень, скажем так, хорошо представлена, да, там в плане работы с контентом, в плане настроек политики. А, вы имеете в виду балансировать вот эти Forward Proxy для какого-то масштабирования? А зачем, скажите? То есть, ну, мне кажется, более правильно подбирать какое-то устройство. Если мы говорим про отказоустойчивость, то эти устройства собираются в ИЧПару, да, и, соответственно, обеспечивают некую именно отказоустойчивость. Если мы говорим про нагрузку, ну, я, честно говоря, не вижу смысла, да, тут вопрос именно сайдинга устройства. Спасибо. Спасибо. Коллеги, спасибо за вопросы. А, нет, еще не все. Так, Михаил, семейство продуктов МНС сильно разросло за последние годы и сейчас представляет из себя совершенно разный в технологическом плане продукт. И сложно ли будет накидать табличку, какие из продуктов включают в себя функционал других и прочее? Хорошо, да, в принципе, наверное, это будет полезно. И, опять же, в рамках рассылки можем разослать продукты и основное, в общем-то, его предназначение. Хорошо, спасибо за идею. Были показаны запросы для фильтрации адобной ГУИ с конструктором для создания правил. Да, безусловно, есть. То есть это также выглядит, как и настройка на скейлере ADC, то есть графический интерфейс, где задается какие-либо критерии с подсказками, что можно выбрать следующее и с некой информацией, что из этого получится. Безусловно. К сожалению, сейчас не смогу показать, но вот поскольку Secure Web Gateway на стенде, вернее, как, он чувствует себя хорошо, но стенд от меня сейчас недоступен. Так что в следующий раз обязательно будет какой-нибудь демо с настройкой и, в общем-то, и с тем, как это работает. Продолжение следует... Коллеги, ну, в таком случае спасибо вам большое за внимание и спасибо за большое количество вопросов. Это действительно очень интересно. Соответственно, мы разошлем вам запись вебинара, презентации, там будут мои контакты. Если у вас еще какие-то вопросы возникнут или остались, связывайтесь со мной напрямую. Мы с удовольствием постараемся вам помочь. На этом, я думаю, все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Еще чуть не забыл, да, как Сергей сказал в самом начале, как я уже сказал, мы вышли, скажем так, из летнего режима вебинаров, когда большая часть слушателей в отпуске, и сами мы тоже иногда в отпусках выходили. На следующей неделе нас ждет следующий вебинар, который прочитает Михаил Бульбутенко. Вебинар будет посвящен Workspace Environment Management. Это той технологии, которая появилась после приобретения NorthScale, которая позволяет снизить скорость входа в виртуальную рабочую, виртуализованную рабочую машину. Продукт действительно очень интересный, и на самом деле, когда это видишь первый раз, это выглядит как некое колдовство, волшебство. Но на самом деле все довольно объяснимо, и это вам постарается объяснить Михаил Бульбутенко. Ну, на этом теперь точно все. Спасибо большое. Всего доброго. В дальнейшем, я думаю, еще будут следующие вебинары. Пишите какие-нибудь отзывы, что еще хотите слышать. До свидания. Продолжение следует...